Всем привет! Друзья мои, сегодня немножко с вами поговорим о полезностях и о документах, которые у вас всегда должны быть в порядке. Не раз уже я вам говорила, если вы вдруг по какой-то причине поменяли свой адрес проживания, да, допустим, вы купили недвижимость, у вас изменился адрес, да, вы до этого снимали что-то и стали жить в собственной недвижимости, либо вы поменяли арендованную площадь, об этом обязательно вы должны сообщить в миграционную службу. Вы должны свой новый адрес проживания внести в личную карту. Безусловно, для вас это очень важно. Это совершенно не займет у вас много времени, вы не понесете каких-то больших материальных затрат. Вам необходимо просто явиться в миграционную службу с новым договором аренды или с договором купли-продажи. Причем, если у вас, допустим, ну через месяц, например, ожидается замена личной карты, да, то есть вы будете ее продлять. Конечно, тут уже не надо торопиться и бежать и менять, да, вот этот адрес. Объедините все эти действия и сделайте, когда будете продлевать ВНЖ или там получать ПМЖ, да. А вот если у вас еще достаточно большой срок, да, когда вы будете менять какие-то документы, то обязательно об этом необходимо сообщить и сделать вот такие поправки. Точно так же и с документами на автомобиль. Если у вас автомобиль ваш зарегистрирован по вашему старому месту жительства, вы переехали на новый, то автомобиль нужно точно так же перерегистрировать на новый адрес вашего жительства. Пока вы ездите на автомобиле, да, и не попадаете в какие-то истории там типа ДТП, ничего страшного в этом нет. Когда вас останавливают, обычно никто не сверяет, да, личную карту, адрес и адрес автомобиля регистрации. А вот если вы попадете в какую-то историю, так сказал мне полицейский, то тут к вам будут вопросы, почему вы этого не сделали. Да, и если у вас будут какие-то штрафы, все эти письма счастья вы будете получать на старый адрес и о них никогда не узнаете. А допустим, придя в коту, да, что-то оформлять, вы получите кучу этих писем счастья и придется сразу заплатить немаленькую сумму. Лучше, конечно, правила дорожного движения не нарушать. Ну, по-всякому ведь бывает. При смене адреса, даже если вы переехали в другой город, в другую область, да, номер автомобиля менять ни в коем случае не нужно. По новому месту жительства. Вам просто необходимо прийти в КАТО, ну, это по российским понятиям, да, как в ГАИ прийти. Взять с собой все документы на автомобиль. В том числе и вот такой большой листок, да, он в России называется ПТС. И, конечно, обязательно свою личную карту с новым адресом. То есть вы делаете все по порядку. Сначала в личной карте меняете адрес, а потом уже меняете место регистрации автомобиля. Стоит для вас это будет действие 20 лев, и если мало народу, то займет совершенно немного времени. Но происходит это так же, как если бы вы снова, да, купив автомобиль, вот проходили все вот эти вот операции. То есть вы приходите, пишете заявление, гоните машину на сверку номеров. И потом уже идете в окошко, оплачиваете и получаете новые документы. Сейчас прикреплю схему, да, как из кабинета в кабинет нужно ходить. Видите, я думаю, примерно в каждой области схема не меняется. Поэтому вам, по крайней мере, будет удобно разобраться в этой ситуации. Для того, чтобы всю эту схему рассмотреть, вы просто ролик остановите, увеличите, уменьшите, и все посмотрите, и сделаете потом легко и просто. Теперь давайте поговорим о правах для россиян. Но я про права, которые на управление автомобиля говорю сейчас. Давайте сейчас абстрагируемся от ситуации, что границы некоторых государств для пересечения на автомобиле с российскими номерами закрыты. Давайте поговорим, как будто этой ситуации нет, да. Так вот, отправляясь в путешествие на своем автомобиле, или вы планируете, если взять автомобиль в аренду, вы берете с собой такую книжечку, получаете дополнительно в ГАИ, да, в России по месту жительства, на управление автомобилем за границей. Международные права называют так еще этот документ. Естественно, он действует в совокупности вместе с внутренними правами, да, на управление. Но, как показывает моя практика, когда меня останавливали, ни разу у меня вот этот вот международный документ не спросили, все время проверяют только российские права. Права эти действительно в течение трех лет, поэтому лучше пусть они будут, чем их не будет. Так размышляю я, вы можете думать совершенно по-другому. Но случилось так, вот вы переехали в Болгарию, ездите шесть месяцев, ездите год, и все время где-то в сердце неспокойно, что вроде как российские права необходимо поменять на болгарские, так как вы живете в этой стране. И по правилам вы их должны заменить. Это такая, скажем, ситуация, когда вы не управляете в Болгарии автомобилем с российскими номерами. Потому что сколько бы вы здесь не ездили на российских номерах, однажды встанет ситуация, что вы должны будете этот автомобиль, ну, если вы не планируете его растаможить, да, отогнать обратно в Россию. Так вот, как только вы, знаете, начинаете пересекать границы других государств, и машина у вас на российских номерах, управлять таким автомобилем вы можете только российскими правами. Никакими болгарскими, никакими английскими, да, никакими, только российскими правами. Точно так же, если у вас автомобиль с болгарскими номерами, управлять вы им в другой стране, я имею в виду, если вы выехали за пределы Болгарии, тут уж как у вас в Болгарии получается, вы можете управлять этим автомобилем с болгарскими номерами только болгарской с шоферской книжкой. Точно так же гражданин Германии, который имеет машину с болгарскими номерами, допустим, он запланировал поездку в Россию или какую-то другую страну, не знаю, хоть куда, да, он может управлять этим автомобилем, имея только болгарские права. Пока он ездит вроде как по территории Евросоюза, для таких граждан проблемы нет. А вот как только он, допустим, захочет въехать в Россию, его тут же остановят и попросят предъявить именно болгарскую шоферскую книжку, если номера у него болгарские. Если болгарскими номерами управляет гражданин Англии, у него попросят точно так же. В общем, какой номер у автомобиля, чьей страны, теми же правами и должен управлять человек, если он запланировал путешествие, выходя из своей вот этой области, да, гражданства. И, безусловно, менять вам права или нет в Болгарии, вы решите уже сами, а я расскажу вам, как это происходит. Поскольку я буквально вчера была участником такого действия, да, я вместе там с подружкой ездила и занималась этой ситуацией, мне было очень интересно, как это происходит, и сейчас расскажу эту информацию для вас. Так вот, когда вы приходите в КАТО, КАТО, я честно не знаю, как правильно, напишите обязательно мне, где ударение ставить. Там есть такой специальный кабинет, куда вы обращаетесь. Для этого у вас должны быть, значит, помимо оригиналов документов, у вас должна быть копия шоферской книжки, копия вашего паспорта, копия личной карты и медицинская справка. Медицинская справка, кстати, в Болгарии действительно 6 месяцев, и вы ее сможете получить просто у личного лекаря. У него есть специальная форма, он вам делает тест, да, проверяет вас на адекватность и заполняет все вот эти вот строчки, штемпели у вас на руках медицинская справка, причем бесплатно. Много раз, да, вот когда моя подружка искала эту информацию, писали везде, что необходим документ. Причем было непонятно. Где-то писалось, что нужен документ о высшем образовании, а где-то наоборот писали о том, что есть средняя, да, вот эта вот школа закончена. Оказалось, что никакой документ из этих не спросили, может быть, и отменили уже эту графу, а может быть, это как-то зависит от того, какие права, да, может быть, стаж, срок. Вот я тоже с этим не разобралась. Ну, в общем, такой документ у нее не просили. Собрав все эти документы в кучу, копии с оригиналами, вы обращаетесь в окошко, да, под названием ГЕШЕ, номер такой-то, и отдаете эти документы. Там все это проверяют, копии забирают, оригиналы вам отдают, вы платите 20 лев, и вам назначают срок, когда необходимо подойти. Это месяц. Причем у вас права, да, которые российские, не забирают, вам их оставляют до вот этого срока получения болгарских прав. Что ж, друзья мои, вот именно этой информацией я и планировала с вами поделиться. Рекомендую вам, чтобы все ваши документы всегда у вас были в порядке на автомобиле, на недвижимость, на вас самих, на все, на все, на все. И обнимаю вас крепко. До скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока-пока. Кстати, не забудьте поставить автору лайк и подписаться. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok